Здравствуйте, это программа Город С, и я Елена Чернявская. Государственная Дума провела последнее пленарное заседание сессии 2016 года. Вот по мнению экспертов, работа депутатов была насыщенной и напряженной. В следующем году делу парламентариев станет больше, а для моего сегодняшнего гостя этот был год не только интересным, но и своего рода знаковым. И по традиции программы Город С мы приглашаем в студию людей, кому есть что рассказать о политической и общественной жизни, которые в этом году в первую очередь помогали людям, вне зависимости от рангов и должностей. Сегодня в этой студии подводим итоги года работы уже в новом качестве депутата государственного значения и, конечно, планы на будущее. Сегодня в этой студии нам расскажет Игорь Станкевич, герой России, депутат Государственной Думы Седьмого Сосима. Здравствуйте, Игорь Валентинович. Добрый вечер. Очень рада я приветствовать вас в этой студии. Спасибо, что не забываете город Самара, что приходите к нам в студию рассказывать. Так вот, конец года. Принято подводить итоги, согласитесь. Но вот какой этот год был для вас? Как для человека, депутата, ну, конечно, гражданина. Очень насыщенный событиями в первую очередь год был. Но самое главное, что череду этих событий я не мог предугадать. Все происходило неожиданно, зачастую без моей воли, но с необходимостью непосредственного, конечно, участия. Начнем с того, что 18 января этого года меня пригласил на беседу секретарь Генерального совета партии Сергей Иванович Неверов. И продолжил возглавить партийную организацию Самарской области, партию «Единая Россия». Я немножко был удивлен тому, что нормальная, стабильная организация, говорит, ну, надо. Есть такое слово. И поставил конкретные задачи, связанные с подготовкой к выборам в Государственную Думу, проведением предварительного голосования. Ну, понятно, весь комплекс вопросов. Согласился, пошел, начали работать. Да, ну, вот так, член партии, опыт военный есть, поэтому надо идти. Начал работать, хороший коллектив, поддержка, организуем предварительное голосование, естественно, там свои особенности. Я иду на выборы в 20-й округ, Чапаевский, одномандатный депутат, одномандатный округ. Я спокоен, у меня Чапаевск город, Красноармейский район, Безенчукский, все, прошли, со всеми знакомы, можно не ходить больше. Ну, все, объехали. Проходят предварительное голосование, побеждаю. Через какое-то время, Игорь Анатольевич, надо идти в Государственную Думу. Я говорю, я же не проходил. Здесь, извините, ситуация такая у нас написана. Но есть положение, что председатель партии, Дмитрий Анатольевич Медведев, имеет право предложить съезду кандидатуры на свое усмотрение. У нас 162-й округ был открыт в это время, и 26 июня, вот, представляете, 22 мая прошло предварительное голосование, а 26 июня съезд партии утверждает меня уже в Государственную Думу депутатам. Если сказать, что не совпадают территории, это ничего не сказать, потому что они с разных сторон области находятся. Ну, опять же, могу сказать, что прекрасные отношения людей, с которыми я работал в это время, конечно, достаточно напряженная работа, но результативная. И самое главное, что партия в этот момент показала очень мощную свою силу не давить, а вот показывать, что можно сделать. И, конечно же, это было очень интересно, здорово. За это время прошли встречи, на которых общались с жителями, с руководством партии, ну и, безусловно, конечно, самый яркий встреч с президентом Российской Федерации, здесь даже, ну, конкурентов не может быть, наверное, да? Вот такие впечатления в течение одного года, завершение выборов, победа на выборы в Государственную Думу. Я думал, немножко надо расслабиться. Немножко не получилось, и до сегодняшнего дня мы работаем в обоим, и все депутаты доработают достаточно серьезно. Есть жесткий график, и выйти из него, ну, наверное, еще в ближайшее время не получится. Игорь Валентинович, а вот вы не думали о том, что ведь за весь этот год, да, как я уже сказала, очень знаковый и важный для вас, вам давали оценку? Вам, как личности, как политику, как человеку? Так вот, наоборот, вы себе какую бы оценку дали? Хотя я знаю, вы очень самокритичный человек. Так, вы знаете, ну, не высшую это точно. Есть к чему стремиться? Да, конечно, это первое. Второе, я знаю свои недостатки, не будем их сейчас обсуждать, поэтому иногда они где-то мешали. Ну, это все-таки... Все мы люди-человеки. Надо себя немножко держать больше в руках, на самом деле, и... Ну, и занижать тоже, давайте, не будем. Конечно. Достигнутый достаточно высокий уровень, о котором, может быть, встречаешь 2016 год, ни я, ни моя семья, ни мои друзья никто даже и не думали. Не то, что не мечтали. Мечтать надо всегда о чем-то, стремиться, работать, не думать о том, что вот я сейчас это сделал, мне там, извиняюсь, звезду дали. Да. Но об этом думать не надо никогда, потому что тебя оценит кто-то со стороны. Поэтому оценку дадут руководители. Ну, я удовлетворен этим годом, я им благодарен. Считаю, что он принес мне очень серьезные испытания, но помог их преодолеть. Вот сейчас хотелось бы коснуться темы такой, Игорь Валентинович. Ну, дума сильно, на мой взгляд, потеряла в глазах граждан России именно за парламентскую вольницу. Ну, скажу прямо, вот мне как зрителю лично неприятно было видеть, как люди голосовали, бегали по залу, нажимали кнопочки. Из 450 человек, ну, было видно невооруженным глазом, человек 50. И это, кстати, официальная статистика, да? Вот сейчас каждый голос идет от каждого депутата. Это важно. Вот расскажите, ведь лично вы видели, какие изменения произошли в Думе. Расскажите, ведь очень интересно. Ну, не только видео, принимала участие. Участие непосредственно, конечно. Потому что, вы знаете, первый день в Думе, когда мы пришли, это выступление президента Владимира Владимировича Путина, который, ну, очень четко и ясно сказал, что должно быть. Ну, может, еще вернемся, будем обсуждать эти вопросы политические. И вот ты, когда садишься в это кресло, ты окажешься в другой стороны экрана телевидения. Да. В другой. И ты начинаешь смотреть на все и понимать, насколько нельзя вести себя так, как ведут некоторые люди. Или вели, вернее, вели раньше, скажем, некоторые люди. Ну, вот то, о чем вы сейчас говорите, это один из наказов избирателей, кстати. Скажите всем, что нельзя так себя вести. Это вот, ну, почти каждый день звучало. Вы идете туда, чтобы там не работать. Или, например, вывод тот акта, ну, отношение к посещаемости Думы, так сказать, рабочего места. И у нас до того, как началась сессия Думы, нас учили депутатов, Единая Россия собирает, очень серьезно относится к обучению депутатов. И, кроме обучения, идет обмен мнениями. И одним из важнейших вопросов, которые задавали депутаты, понимаем, что начало. Ну, как же мы будем работать? Мы тоже будем вставать, уходить? Или что это будет? Мне очень понравился ответ Володина, который это услышал, поулбался, говорит, этот вопрос нас тоже волнует. Ну, давайте мы его пока снимем. Вот эти слова сразу, знаете, вот отрезвили, что, значит, что-то произойдет. Вот второе заседание Думы, пленарное заседание. И выносится вопрос о том, что депутат не может составлять доверенность и уехал на полгода, допустим, куда-то. Он занят, у него свои дела, а здесь за него голосуют. Отменить доверенности сначала. Сказать, что это вызвало негатив у целого ряда наших коллег по другим партиям, это ничего не сказать. Колоссальную поддержку проявил Владимир Владимирович Жириновский. Он со свойственной ему такой харизматичностью, я сказал бы так, артистичностью. Я 20 лет назад говорил, надо вот, ну, в общем, в таком плане. И события дальше развивались достаточно быстро. Был принят новый регламент, ну, часть изменений в регламент Думы. Ни один депутат не может голосовать за другого. Он не пришел, все. Это начало было. Это было только начало. Через несколько заседаний вынесен был следующий вопрос. Поскольку депутат не пришел на заседание, а таких заседаний в течение месяца шесть, если он не пришел на заседание, он лишается одной шестой части своего содержания. Ну, вы знаете, даже вот легче стало. Мы же много проезжаем сейчас, встречи проводим, и тогда люди говорят, ну, это правда? Я говорю, правда. Ну, наконец-то, вот это вот то, что мы хотели. Ну, действительно, почему рабочий стоит у станка от и до? Да. Там, я имею в виду, тракторист в поле пашет, как солнце взошло, и когда он осадится, а кто-то может себе позволить, ну, я не знаю, там, избитые фамилии уже, там, годами не приходить в Госдуму, его никто убрать не может, главное. Он же выбранный, его же народ выбрал. Вот этот подход, он для нас, для особенно новых депутатов, это принципиальный был. Потому что мы все это слышали. Депутаты, прошедшие борьбу по одномандатным округам, а это ведь вели в этом году, и вели очень правильно, это прямой разговор, ты полностью зависишь от того, что ты делаешь. Конечно, партийные флаги, партия за спиной, это очень мощно, это однозначная поддержка, и даже невозможно обсуждать. Тем более, такой авторитет у партии, президент на съезде на последнем сказал, что я эту партию создавал, она работает вместе со мной, про единую Россию. Ну, как же это? Ну, конечно, это подпитка, но каждый человек должен был еще воевать сам на этом месте. И вот эти изменения, они принципиальные. Сегодня принятие закона для единой России не проблема. Вот давайте мы поговорим об итогах, может быть, да? Да, конечно. Ведь в Государственной Думе 450 депутатов, из них 343 представляют Единую Россию. Для того, чтобы принять закон конституционный даже, то есть изменение Конституции, ну, уже 300 голосов. То есть Единая Россия сегодня может вообще сказать, ребята, вы там отдыхайте все, а мы будем сами работать. Этого нет. Это опять принципиальная позиция президента. Он выступает, сказал, мы договорились, что несмотря, что Единая Россия набрала максимум голосов, то есть может сама все решать, мы должны распределить должности депутатов так, чтобы было не обидно никому. Вот существует 13 комитетов в Государственной Думе, 26 комитетов в Государственной Думе, 13 у Единой России, 13 у других партий. То есть поровну. Должности в этих комитетах тоже поровну. Это же важно. То есть соблюден главный принцип, что какая бы ни была большая или маленькая политическая сила, у нее есть право решения вопросов. Но до момента обсуждения, вернее до решения, у нас ведь идут очень горячие обсуждения на самом деле. И я скажу, приходящие к нам министры на фракцию Единой России, министры правительства, на заседание комитета любого приходят как минимум заместители министра. Меньше нет. Это установка. И те, видимо, какие-то попытки, которые были повлиять на это, закончились безуспешно. И сразу результат пошел. Потому что они пришли, посидели, нам высказали, мы им, и, может быть, не очень корректное выражение, выходят в мокрых пиджаках после работы в Единой России. Потому что у нас право спросить, потому что мы потом за это отвечаем. Так вот, Игорь Валентинович, давайте поговорим тоже о важном вопросе, важном факте принятия бюджета. Много сказано президентам, премьер-министрам, как вы уже сказали, да, и спикерам Нижней палаты. Он принят вовремя, он не популистический, и по расходам и доходам выстроен оптимально. С учетом, конечно, разумеется, нынешних условий. Вот хотелось бы услышать ваш комментарий, как все происходило. Ну, происходило очень интересно. Я знаю, у меня есть друзья, товарищи, которые говорят, да мы в интернете наблюдали, как у вас шли заседания, и вот смотрим, там один выходит, ну, называет партию, и вот он такой яркий, слушай, я послушал, а потом все-то у меня не складывается. А где деньги-то брать? То есть все надо туда, надо следующее, и все. А вы, говорит, сидите в Единой России и молчите. Потом ваш выходит, выступает, и у меня в голове все становится по полочкам. Ну, это Исаев Андрей, это известный политик, он действительно может прекрасно это разложить. Макаров Андрей Михайлович, ну, это вообще уникум, я считаю, что он из головы просто берет, он приводит факты, которые на сегодняшний день, ну, бесспорные абсолютно. И те, кто только что критиковали, они просто молчат и говорят, мы не будем голосовать. Ну, от того, что вы не будете голосовать, ведь ничего не решается, вот те же пенсии, например, да, ведь изменения в бюджет 2016 года очень серьезные. И они вызваны не от того, что кому-то захотелось что-то там куда-то перетащить деньги, их просто нет. Мы же помним, что бюджет у нас на три года рассчитывается, 14, 15, 16 год. Готовился в 13-м году. Какая была цена нет? Конечно. И сейчас, когда упало до 40 долларов, ну, это уже ясно, что такого быть не может. Надо садиться и считать, откуда взять, там убрать, туда отдать, куда? В социальную сферу. Защитить социальные проекты. Это была главная установка президента, я не буду уж об этом говорить, слишком много. Я просто говорю, что все, что можно было сделать по защите социальных вопросов, все сделано. И когда коллеги оппозиционных партий говорят, мы все равно не будем голосовать, ну, вы не голосуйте за что? За то, что люди дают, допустим, на 7% повышают пенсию, на 4%. Так давайте хоть на 4% повысим. Ну что, людям легче будет, если мы не повысим эту пенсию, например, да? Или какая-то выплата идет? Мы же должны находить решение. Давайте поэтапно искать. Вот сегодня есть там 5 рублей, давайте на 5 рублей что-то сделаем. Вот, кстати, в продолжение этой темы важная информация. Для пенсионеров я имею в виду сейчас единовременную доплату к пенсиям. Вот интересно, одни источники утверждают, что все, без исключения пенсионера, получат по 5 тысяч. Есть такая и прямо противоположная информация. Игорь Валентинович, пожалуйста, озвучите. Я думаю, что самым правильным будет эта работа тех сфер, которые выплачивают эту пенсию. И когда пенсионер хочет, он придет, уточнит и так далее. Но история вопроса очень простая. Было решено первично сделать выплату 5 тысяч рублей для пенсионеров гражданских. Ну, как бы, ну да, мы, в общем-то, сидим в военной, ну, наверное, раз так нет уже. И когда-то доложили, посчитали расклад какой выходит, ведь, извините, но есть военные, у которых тоже маленькая пенсия. Это военнослужащий, допустим, срочной службы, который служил, стал контрактником, ушел на пенсию, может, инвалид, ушедший, там, у него же небольшая. Почему его лишать вот этой выплаты, которая, в общем-то, можно назвать президентская, это же действительно решение президента было. И был второй этап слушания, это выплатить такую же пенсию и всем военнослужащим, ну, не только военнослужащим, Министерство обороны, всем силовикам, допустим. Ведь это логично, все значит все. Пенсионер. Категория пенсионер. Пенсионер. Вот решили этот вопрос. На мой взгляд, это очень важно, хотя опять, ну, давайте в кухню немножко войдем, да, потому что все-таки, наверное, зрителям тоже интересно понять. Вы не хотите давать больше, ну, если, ну, нет, давайте дадим 5 тысяч, мы не будем голосовать. Ну, не будете голосовать, что вообще не будем давать, что ли? Нет, надо дать. Ну, где вот эта логика, она теряется, когда сидишь в зале, вот это все, ну, достаточно напряженно происходит, поверьте, что это идет, ты же не можешь отключиться от процесса, когда идет обсуждение таких вещей. Ты должен в этом участвовать. Вот я думаю, что пенсионеры увидят действительно решение вопроса, увидят те повышения, которые закладываются, и для силовых структур в том числе. Это все предусмотрено. И есть вопросы, которые, может быть, не видны сегодня будут, они не пойдут с 1 января, ну, это отдельные категории, совершенно отдельные доплаты, но решение уже принято, и как только бюджет будет увидеть профицит первого квартала, то на второе полугодие, ну, там нужно квартал на разгон такой, есть такое понятие, то во втором полугодии уже не надо принимать никакой закон, правительство уже получило поручение это решить. Как только появляются средства. То есть мы даже приняли решение Госдумы о том, что уже больше не обсуждается вопрос. Появились деньги, отдайте туда. Это очень важно. Не могу с вами не согласиться, Игорь Валентинович, но тем не менее половина программы вот уже так быстро пролетела, хочется перейти к Самарскому региону. Как выстраиваются отношения с Самарской губернской думой? Восношения выстраиваются очень хорошо. Во-первых, все выборы шли очень тесно. Ведь выборы в Государственную думу, это 5 одномандатных округов, списочники наши. И выборы в Губернскую думу, 25 одномандатных округов, там же списочники. Ну, Единая Россия выстроила так, что одномандатный округ, наш кандидат и наши списочники, 3 человека. Результат очень хороший. Партия гордится этим. Спасибо всем избирателям, в первую очередь. Тем, кто пришел на участок. Более того, я хочу сказать, что Дмитрий Анатольевич Медведев, когда с нами прощался, он сказал, поблагодарите всех. Неважно, голосовали они за нас или нет. Главное, что они пришли на участок. Они дали право нам говорить о легитимности этих выборов. Это самое важное. Очень тесная была работа. Я могу сказать, что если мой 162 округ, то 21 и все остальные округа, 5, которые были, мы теснейшим образом взаимодействовали. Вот это выстроилась очень хорошая конструкция. И с Виктором Федоровичем Сазоновым сразу же по окончанию выборов у нас состоялся очень интересный разговор. Он уже сегодня можно его озвучивать, потому что есть результат. Мы договорились о том, что выстраивается система работы депутат Государственной Думы. С ним в этом округе работают депутаты Губернской Думы, районные, городские и так далее. Не извините, какая-то вроде, можно сказать, пирамида. Но принципиально цементирующим звеном будет партия «Единая Россия». Это принципиальная установка. И мы здесь угадали на самом деле. Мы приехали с этим, мы депутаты Самарской области, приехали в Государственную Думу, и нам говорят об этом, что надо создать условия, чтобы вы работали все вместе. Это такая гордость, честно говоря. Здесь есть люди, которые не просто сидят, они думают. Вот этот контакт, он очень хороший. Ну хорошо, ведь изменения коснулись и Самарского регионального отделения партии «Единая Россия». А что год грядущий нам готовит? Ну, год для меня стал годом начала руководства партии и завершением 26 декабря. 26 декабря прошла отчетная конференция. Мне очень понравилась оценка губернатора, которую он дал в работе нашего исполкома, секретаря, тому, как прошла конференция. Это действительно очень важно, потому что люди же работали всем местным отделением по результатам выборов, первичным организациям. Это очень важно, что губернатор, аппарат, который существует, кто работает, они понимают, насколько это важно. Вот дать доброе слово тем людям, которые создавали все. Так что год начался с руководства партии, закончился передачей эстафеты к следующему Екатерине Владимировне Кузьмичеву. Очень опытный политик, она два созыва была в Государственной Думе. У нее великолепные отношения с теми, кто сегодня работает в Государственной Думе. Это очень великолепная практика, и я абсолютно уверен, что она принесет новые, самые ценные, но сохранив то, что было и ранее, традиция нашего регионального исполкома и регионального отделения партии. Спасибо, Игорь Валентинович. Вот, ну, все-таки я попрошу вас еще раз напомнить о результатах выборов в нашем регионе, как они в целом отразились на политической ситуации в области. А если говорить о регионе, у нас из 50 депутатов Губернской Думы, которые должны быть, 41 депутаты от Единой России. Действительно, очень важная позиция, до этого была меньше цифра, и это говорит о поддержке избирателями. Это самое важное. Люди поверили. И все 25 одномандатных округов – это Единая Россия. Самый важный момент. То есть все, все, кто пошли, они доказали, что сильнее своих конкурентов других партий. И их поддержало население. И цифры, они сами о себе говорят. У нас нет каких-то таких спорных моментов. Даже более того, если вернуться к Государственной Думе, тяжелейшая шла борьба между представителем КПРФ Калашниковым в Тольятти, представителем Единой России Боком Владимиром Владимировичем. Но Калашников, я считаю, молодец. Он признал в тот же день свое поражение и поздравил по телефону Владимира Владимировича. То есть, понимаете, где можно было уж там, да, начать воевать по кресту-то в государстве? Нет. Это признано. И вот этот подход, наверное, он сформировался даже за счет того, что Единая Россия провела предварительное голосование. Это новый шаг. Но вот этот шаг, он показал, насколько люди могут ознакомиться вообще со всеми. С системой войти в выборы заранее, а не прийти на последний момент. Ну, за кого там голосовать? Он уже знает человека. Он понимает, что шла борьба. Даже в партии шла борьба. И не очень простая, кстати. Она тоже доказывала, кем может быть и партия. При этом, кстати, наверное, очень важно, что партия во время предварительного голосования поставила критерии ни судимости, ни уголовных дел, ни средств за границей, ничего. Это партия поставила. И когда у нас даже уже все, мы считали, что все у нас прошло, все хорошо, старшие товарищи наши понаблюдали и сказали, вот этот человек не может у вас идти. Появились там какие-то обстоятельства. Он в Государственную Думу не пойдет. Уже сформировали все списки. Уже съезд прошел партии. Вот этот человек не может у вас идти в Губернскую Думу. У него есть вот такой-то штрих. Этот человек тоже не может. У него тоже есть штрих. Вы понимаете, ведь люди... Это, разумеется, сторонние наблюдатели, да? Ну, это наши товарищи с Москвы, скажем, руководство сказало. И ведь это же тоже отразилось. Ведь избиратель понимает, что раз этих людей убрали и партия взяла на себя такую ответственность, она не скрывает, что надо чистить ряды. Нет, это неплохие люди. Но были какие-то вещи, которые не позволяют им находиться сегодня в Губернской Думе. Это принципиально. То есть вот эта даже борьба за чистоту рядов, она нам тоже помогла. Это тоже важный момент. Игорь Альянсинович, я знаю, что вы успели уже провести несколько встреч, хотя вот буквально вы несколько дней в Самаре, с избирателями, и к нам даже в студию приехали с корабля на бал. Ну, наказы будете воплощать в жизни. Конечно, конечно, будем. Сегодня большой пакет, откровенно говоря, даже то, что он открытый пакет их наказов, понятно, но когда начинаешь перебирать и раскладывать, понимаешь, что одному это не сделать. Это можно сделать только вместе с теми депутатами, которые находятся в Губернской Думе, в районах. Потому что некоторые вещи, они не требуют средств. Финансирование какого-то большого, они требуют внимания к человеку. Ну, просто подойти и поговорить с человеком, показать, ему объяснить. Может быть, руководителем местных органов власти просто сказать, вот человек-то к вам боится идти, боится, представляете? Он говорит, я не могу к ним идти, я опасаюсь, что это будет. То есть, ну как же, вы приходите ко мне, а не идете к ним. А вопрос, ну вот мы были, руководители просто поразили, что вопрос-то простой. Вообще, очень простой. Посадить деревья можно или нет? Ну, представляете, вот так, а человек вот, он, давайте мы вместе посадим. Нет, я так. Ну, то есть, вот даже такие вещи есть. Но основные наказы, конечно, связаны. Да, основные, конечно, что вам учили? Основные, конечно, связаны, конечно. Сфера социальная, это однозначно, в первую очередь. Второе, это пенсионное обеспечение. Третье, жилище-коммунальное хозяйство, благоустройство, школы, образование наше и медицина. Вот, вкратце будем говорить. На сегодняшний день есть комплекс мер, принят Государственной Думой. Это все обсуждается, находятся пути. И я скажу, новые программы партии «Единая Россия», они в чем-то не просто, но они вообще уникальны. Это ремонт, допустим, сельских домов культуры. Партия берет, ведет к этому. Не только там, где наш депутат, а то другой пускай будет. Это даже поддержка муниципальных театров. Ведь очень глубокий смысл, когда мы начинаем говорить, что это тогда детские все наши, они же находят точечку, куда можно прийти. Они не просто сами по себе, они становятся востребованы муниципальным театром, что он, получив поддержку государства, становится базой для их развития. Это тоже важно. Ну и, конечно же, планы уже другого масштаба, согласитесь. А вы уже освоились в новом статусе, положении в ответственности, Игорь Валентинович? Ну, наверное, в ответственности раньше еще. Статус, вы знаете, он не до конца еще изучен, наверное, даже статус, потому что некоторые вещи узнаешь по ходу уже. Потому что, может, тот попросить, может, там-то, может, попросить я принять мне очереди. Потому что есть вопрос, который нужно решать. Ну, освоились, я могу сказать, часть вопросов, например, связанных с военными городками. Это очень серьезно для Самарской области. Сегодня рассматриваются на уровне заместитель министра обороны. Прямую. Вот депутат, замминистра обороны. Мы садимся и ищем путь решения. Это очень серьезный вопрос, потому что, ну, в Самаре, в самом городе, это не так ярко проявляется, но в наших, в Олжском районе, в Кенельском районе, в Кенечеркасском, Чапаевском, очень серьезные ситуации. И если сегодня мы даем информацию, которая не владеет Министерство обороны, то мы ее не просто отдаем, мы начинаем наступать им каждый день на пятки. И очень большую помощь здесь оказывает наш же депутат Шаманов Владимир Анатольевич. Это, ну, наше знамя, наше счастье, можно сказать так. Ну что же, по традиции программы я хочу предоставить вам заключительное слово, ну и, конечно же, поблагодарить за участие в передаче. Спасибо, что поделились такой ценной и важной информацией в конце года с жителями нашего региона. Ну и, конечно, наша программа выходит в праздничные, предпраздничные, новогодние дни. Представляю вам слово, можно сказать, даже как Самарскому Деду Морозу, для поздравления, пожалуйста. Спасибо. Ну, наверное, начнем с вас, хорошо? Спасибо. Вот вы видите, я не случайно принес эти символы, вот год наступает петуха, он, конечно, позже придет, мы не будем спорить с ними, но тем не менее наступает. Вот этот красивый петушок, такой это в вашей студии, он, видите, имеет красный цвет. Будет нашим калисманом, да. Да, но, знаете, как год петуха, хоть петушком все-таки назвать, а петушок без курочки, это неправильно, поэтому один одно, а другой. Пусть они у вас будут символично, чтобы украшали вашу студию, чтобы они были для вас символом года, но не один, обязательно он с кем-то дружим. Иначе одному будет скучно, он, может быть, не принести того счастья и удачи, которую приносит семейная пара. Спасибо, Игорь Ницинский. Да, это для вас. Ну, а обращаясь к нашим телезрителям, хотел бы сказать, год заканчивается, кому-то кажется, что он был очень успешный, кому-то кажется, что он был сложный. Давайте мы все поблагодарим его за то, что он нас встретил 1 января этот год, за то, что он закончил 31 декабря, все равно в нем были светлые, хорошие моменты, и самое главное, чтобы мы помнили это, хорошее, доброе, светлое, перенесли это в 2017 год, и те цели, те задачи, которые поставили сами себе, или которые нам, депутатам ставите вы, наши избиратели, все было выполнено, все заблюдено, и то, что задумает каждый из вас, какая-то мечта, какое-то желание, пусть обязательно сбудется. Здоровья, счастья и успехов. Спасибо вам большое, и спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эсс». Игорь Валентинович Станкевич, герой России, депутат Государственного Дома Российской Федерации. Благодарю вас с наступающим Новым Годом. Всех с праздником. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»